Татьяна, почему вы согласились участвовать в этом форуме? Что вас привлекает в таких семинарах? Я считаю, что чем больше таких мероприятий проходит, тем лучше, потому что такие мероприятия позволяют не только высказать свою точку зрения, но и услышать мнения других людей, какие-то сделать выводы новые, расширить рамки понимания того, что происходит в стране, ситуацию, понять получше. И в дальнейшем все это ведет к конструктивной работе, к сотрудничеству. Как вы оцениваете реакцию аудитории молодых людей? Я была приятно поражена тем, что так много молодых людей задавали вопросы, что они задавали эти вопросы хорошо поставленными голосами, в такой, может, несколько вальяжной манере, то есть они не боялись, они не стеснялись. Я вообще не так часто бываю на таких мероприятиях, и всегда радуюсь, когда молодежь себя свободно ведет, чувствует и задает волнующие вопросы. Что нужно сделать, чтобы продвинуться к лучшему будущему, к более гармоничному обществу, где все равны и для всех предоставлены равные возможности? Я думаю, что надо начать с принятия себя, с того, чтобы полюбить себя, чтобы... Не говорю я банальные вещи на самом деле, потому что если мы себя не любим, если мы себя не ценим, то мы позволяем обращаться с собой не самым лучшим образом. А если у нас самоуважение в достаточно сильном, хорошем уровне присутствует, то мы способны вести конструктивный диалог, мы способны вести партнерские отношения с окружающими нас людьми, и таким образом получается, что вот именно с принятия себя, с работы над собой следует начинать такие процессы. И, естественно, искать единомышленников, естественно, собирать команду, естественно, смотреть, кто представляет интересы ваши в той или иной степени, и работать в направлении реализации своих желаний. Не просто возмущаться, перекипать внутри, потому что такое пустое возмущение, оно ведь ведет к морщинам, к плохому самочувствию, стресс, а дело-то не делается, и права не отстаиваются, интересы не защищаются. Поэтому я предлагаю направить желание улучшать мир, в том числе улучшать свое собственное положение, это желание направить в конструктивное русло и направить его в дело. Насколько легко или тяжело в Эстонии сохранить свою национальную идентичность представителям национального меньшинства, молодым людям? Я не могу сказать о всех, я думаю, что возможно по каким-то причинам. Кому-то это может быть сложно, но я считаю, что при желании сохранить свою национальную идентичность можно. И я считаю, что я не вижу сейчас острых проблем в том, чтобы какое-то было препятствие. Я не могу сказать, что я полностью довольна реформой, которая сейчас связана с образованием. На мой взгляд, там есть места, над которыми нужно очень хорошо поработать и которые сейчас остаются без должного внимания. Но я считаю, что даже эта реформа не угрожает сохранению национальной идентичности. Скорее угрожает ей страх людей перед будущим. Будущее, как известно, создается прямо сейчас, в настоящий момент. Если в настоящий момент многие родители почему-то решают, что русский язык или язык конкретно данной семьи, национальный язык, не нужен будет ребенку в будущем, что ребенку будет легче знать только какой-то один, например, язык, и на него делается упор в первую очередь, то вот такое желание родителей, оно может препятствовать. И я думаю, что не самым лучшим образом скажется на итоге на этом ребенке. Поэтому я считаю, что нужно работать со страхами и смелее смотреть в будущее и понимать, что чем больше человек знает и умеет, тем лучше человеку самому и всему обществу. Вот этим ребятам можно доверить будущее? Ну, конкретно только этим ребятам, чтобы все остальные делать так, как они говорят, конечно, нельзя, потому что у них наверняка много знаний и опыта, но полностью на него положиться, я считаю, нельзя. А вот сотрудничать с другими людьми, обогащать друг друга опытом, взглядами, это нужно обязательно, и так и будет происходить.